Субтитры делал DimaTorzok 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 нормальная тема будет. О, это типа спонж-бом. А сколько такие стоят? О, со спонж-бом вот такие есть для взрослых. А, знаешь, сколько они стоят? Так, пятьдесят. Шестьдесят пять баксов. Шестьдесят пять? Нет, только вы как будто чистые мини-ботиночки. Реально. Чисто поставить на полочку. Шестьдесят баксов. Реально. Все, напился. Веди себя прилично, напился. Хочу взять тебе сумочку. Вот эту вот. Мне кажется, отличная вещь. А что ты будешь аквадировать? Ну, походу, мелочь. Потому что мы уже все как бы в дисбант, и у меня остается только мелочь сюда собирать. Ну, железная ручка. Можно еще цепь оторвать, как цепуру просто носить, как рэпер крутой. Я думаю, отличная вещь. Обязательно возьму. Нет. Ну, или вот такие часы. Тоже нормальная тема. Шапка Барби. Ну, ты Барби или нет? Я? Да. Конечно. Данно, объясни ситуацию. То есть мы вернулись в начальный магазин, потому что больше ничего не нашли, да? Да. И мы хотим здесь что взять? Я хочу взять штаны точно такой же расцветки. Как чемпион футболка. Да, да, да. Но есть абсолютно все штаны, но нет такой расцветки. И я хожу как уже дебил. 20 минут еще эти штаны. Может, третие сутки в прогон. Может, третие сутки тут ходим. Помогите, спасите. Вышите деньги на еду. Донатики. Донатики собираем. В описании. Стрималяга запустят, туда скидывайте. На штаны чемпион. Да, да, Нилы. Погнали дальше. Спасибо за просмотр. Гранд-финал, да? Кто победит? До слез. Нипы. Уверены? Ну, Нипы очень хорошо играют, но единственное, как могут до слезы выиграть, это то, что у них одна карта преимущества. Какая? А! Из-за того, что они в верхней сетке. Я понял, я думал, Вилла там или какое-нибудь хорошее говно. Не разбираюсь. Понимаю. Слушай, вот важный вопрос. Мы вот с менеджером с нашим дискутировали. Ты считаешь, что это правильно, что одно очко дают на халяву верхней сетке? Да. Потому что зачем тогда делать вообще нижнюю верхнюю сетку, если не дает никакого преимущества она? То есть, если ты идешь по турниру без единого поражения, то есть верхняя сетка, это означает то, что ты ни разу не проиграл на турнире в плей-оффе, то у тебя должно быть какое-то преимущество. То есть, одна карта, это нормально. Ну, я вот так рассуждал, что преимущество нахождения верхней сетки, то, что у тебя есть возможность свалиться в нижнюю. То есть, ты можешь проиграть. Да. А если ты в нижней, то ты уже не можешь. Ну, получается, ты в нижней уже проиграл один раз. И встречаешься с финалистами, которые ни разу не проиграли. Патч, практически убедил. В смысле, практически. Да ладно, не важно. Дан, Дан. Да, да. А кто победит? Не поиграл. Дай мы уже посмотрим первую карту. Нет, мы идем есть, потому что первая вилла, это не надо смотреть. Такие карты не надо смотреть. А кто там победит? Кто-то вообще изи? Ну, я не знаю. Не знаю, что это за карта. А, не играл, да, раньше? Не, не, это новая добавили только что, прямо сейчас. Первый, тестируют, так сказать, фарни. Сколько можно снимать? Кажурка. С перекамерой люди не идут. Реально. Скажи, кто победит в противостоянии Гранд Финала? Если не Пэту проиграют, то с Пойстэйшн. А, ну тогда это уже будет 2-0 получается сразу. И как относишься к тому... Короче, если не Пэту выиграют, а не Пэ выиграют. Да? Как относишься к тому, что верхней сетке дают 1 очко на халяву? Отлично. Тоже нравится тебе? Мне нравится. Всем нравится? Серьезно, это здорово. Мне нравится. Эти дичь, по-моему. Несправедливость какая-то, по-моему. Ты получаешь возможность в полуфинале отлететь в нижний. Так вот, а если они не отлетели? То есть, получается, они поиспользовали свое право на ошибку, а в PlayStation нет? Тогда, если ты не отлетаешь, то ты меньше игр играешь. И что? Ну, это и есть твое преимущество. У тебя меньше шансов вылететь. Это чего-то преимущество. Может, они больше игр сыграли и разыгрались. А-а-а, Липит, значит, на Интернешнеры. Понимаю. О чем гляжу? Да, вот Жека говорит, что одно очко в верхней сетке, это нормально лично. Ну, типа, на халяву получено. Я считаю, что какая-то злова. Нет, это нормально. Ясно, блин. Ясно, блин. Ты никому не проигрывал. Почему ты, типа... Ну, типа, тебе же надо как-то вознаградить. Ну, вознаграждение то, что ты меньше игр играешь, чтобы пройти в гранд-ферал. Нет, это не то. Слушайте, если я начну играть в Радугу, ты мне поможешь научиться играть? Никто тебе не поможет. В ней именно никто, да. Не, просто нули, какая хышка. Если я научусь играть, то я смогу более интересно брать интервью. Задавать вопросы по игре, а не просто вот так, отбалды. Лучше, что так. Ну да. Гайд, есть какой-нибудь? А ты вот когда начинал, ты что вот делал? Ты гайды смотрел? Да нет, просто играл очень много. И нормально, да? Я смотрел стримеров. А, стримеров. Есть его. Я вот до того, когда учился играть, папе сейчас смотрел, в итоге у меня 3-ка. Суперка великая. Куролес. Да, да. На ней я просто там принимаю из-за иной поведения тренеров. А, ну так. Вот, б***ь. Олег, игра нравится? Приятно? Тебе микрофон дрожит. Давай. Мне очень нравится эта игра, потому что после этой игры я поеду там мой. Вот, это правильно. Мне тоже нравится. Я устал отдыхать в этой бухте. Ну, что, получается, неделю, да? Да. Больше недели лютого отдыха в этом прекрасном санатории провел. Чувствую себя 16-летней девочкой. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну, все это дефолт. Ты делаешь это всегда. Типа, во время раундов ты уже замечаешь какие-то слабые места противника и говоришь, парни, а давайте-ка запушим тут, парни, а давайте-ка прокинем флешки и убьем этого дурачка. Ты идешь, типа, по одинаковому маршруту. Ты знаешь, что, допустим, я там иду на балкон, Джостик идет оттуда с Жекой, Шепард в это время дронит, скутер идет с другой стороны. И потом, может, что-то придумываем. Так все, как бы, карты играются. И все команды так играют. Там нет такого, что там кто-то там по стратегиям, не все играют дефолтами и умеют импровизировать. Все только на этом завязано. А то, что писать какие-то про стратегии, это бред полный. Пикнуть кого-то там оперативника, который до этого не пикали, это не значит, что это какая-то стратегия. Это значит, что, как бы, парни просто знают, что они слабее. И они понимают то, что, как бы, у них выиграть шансов мало и просто кайфуют от игры и берут какую-нибудь фигню. Это это и значит. И выиграют, потому что они не волнуются. Потому что они все равно не знают, что они слабее. Так же, как мы выиграли в роли про Вильджету, мы знали, что они боятся нам проиграть, а мы не боимся им проиграть. И мы просто кайфовали от игры и бегали. А тут, ну, мы сидели у нас, руки тряслись, как у девочки каких-нибудь. Когда мы сюда ехали, у меня было чувство, что мы не выиграем этот турнир, не было такого, что мы не парнем из группы, но то, что мы выиграем, не было абсолютно уверенности, потому что просто сейчас такой период, когда у нас просто не получаются абсолютно все карты. Мы делаем то же самое, что делаем, наш скил никак не ухудшился, просто почему-то оно не идет. Мы совершаем очень глупые ошибки. Так господи, мы типа можем 5 раундов из 5 делать все идеально, но потом в каком-нибудь официальной игре, в важном матче, мы можем вместо того, чтобы, допустим, я контролю сильную лестницу, скутер контролит белую лестницу, Жека ломает потолки, Шеберт идет, а вот сайт предбанник, а скутер просто ходит, отдыхает, мы можем вместо этого, когда все это прекрасно знают, мы можем просто стоять и смотреть в пол, в одну дырку, в пятером. Просто у нас какой-то брейн-лак, я не знаю, просто мы ничего не можем сделать. Просто такой период выпал неудачно, что не получается. И с этим ничего не поделаешь. Когда он пройдет, начнем тушить, пока не проходит. Мы делаем все возможное, мы отдаем максимум игре. И не надо там что-то говорить, что мы ничего не делаем. Это мы играем уже после поражения. А то поражение мы чилим. Мы в игру играем столько, что любой рыботяка с завода реально подумает, что его работа шляпа сменит с нашей. Присутствует давление. Ты знаешь, что все сидят, думают, боже, они обязаны выиграть, они такие сильные, господи, выиграйся. И ты сидишь, понимаешь, что люди... Ну, просто это как-то давление оказывает на тебя, что ты победитель. Вот раньше, допустим, я говорю, как мы выиграли джиду, мы знали, что мы слабее, и мы просто играли в свою игру, мы кайфовали. А когда ты знаешь, что ты силен, ты переживаешь почему-то из-за этого. Я считаю, что фнастики на свои игры, потому что они знали, что они слабее и кайфовали от игры. А мы были зажатые и боялись проиграть им. Поэтому мы и проиграли. Субтитры создавал DimaTorzok